Весною 1895 года самарские обыватели с любопытством разглядывали появившегося в их городе юношу оригинала. Высокий, плечистый, слегка сутулый, он неутомимо шагал по пыльным улицам, базарным площадям, заходил в трактиры и пивнушки, словом, толокса среди пестрой толпы и нарядной публики, всюду как бы вглядываясь в гущу жизни и прислушиваясь к ее крикам. Не из духовных ли? Что я сделаю для людей? Тот самый в разлетайке? Безумству храбрых поем мы песню. Встречных, особливо из господ, удивлял его необыкновенный костюм. Старая крылатка, развивавшаяся на ходу, под нею русская рубашка, подпоясанная кавказским поясом, на ногах мягкие татарские сапоги с вставками из кусочков разноцветной кожи. На голове у него была надета большая черная мягкая шляпа с краями, обвисшими от дождя. Шляпа землегреческой, как звали в гимназиях подобные головные украшения. Из-под шляпы длинными прядями висели длинные светлые волосы. А в руках он обычно держал толстую суховатую палку. Высоко поднятые брови морщили его лоб и придавали лицу слегка удивленное выражение. Взгляд его казался блуждающим, но приметливый человек мог бы заметить, что иногда этот взгляд останавливался на каком-то предмете, цепко хватая его, осваивая и как будто бы беря себе. Тогда лицо становилось серьезным, голова откидывалась назад, а вся фигура выпрямлялась. Кто такой, думал обыватель? Из духовных ли? Из тех странных, что колесят Русь? А может, дьякон Растрига? Или актер малороссийской труппы, набравший свой костюм во время скитаний? Во всяком случае, чудной и явно необстоятельный человек. И никто не удивился, когда спустя некоторое время выяснилось, что это новый сотрудник Самарской газеты, пишущий в ней фильетоны на злобы дня под псевдонимом Иегудил Холамида. Что за странный псевдоним? Черт же его дернул такой выдумать, думали обыватели. Но псевдоним, как-то странно, шел ко всей его фигуре, от которой веяло не только наружной богемой, но и духовным искательством. Пылище. На улицу нельзя выходить без респиратора, сетчатых очков и без вата в ушах. А если вы не запасетесь всем этим, у вас сразу насыпается два пуда пыли. По распоряжению городской управы залежи пыли были помещены на Дворянской улице. Это вполне естественно. Все города сосредоточивают то, чем могут похвалиться, именно на главных улицах. Управа мастит улицу, пускает обывателю туч пыли в глаза. А я смотрю на все это и думаю, что есть пыль? О, городская управа! В интересах всего человечества, в интересах великого будущего, ожидающего его. Для ради распространения на земном шаре добродетелей и во вред развитию пороков улицы надо поливать. Надо поливать улицы, ибо земной шар распыливается, что сокращает его объем. О, городская управа! Очень короткое время, прожив на улице Москательной, новый филитонист Самарской газеты вскоре перебрался со своим более чем скромным багажом в дом итальянца Перини на улицу Вознесенскую номер 126. Плохонький каменный флегелек имел белый этаж в три окна, под которым располагалось полуподвальное помещение. Рядом с домом находился небольшой дворик, который косогором спускался к Волге. На задах дворик был украшен курятником и несколькими тощими кустами. Полуподвальная комната напоминала монастырскую келью. Она была небольшой, но и немаленькой, с чисто выбельными стенами и аккуратно крашеным полом. Высоко от пола находящиеся окна заставляли также вспомнить о тюремной камере. Обстановку комнаты составляли железная койка, стол, покрытый простой скатертью и несколько стульев. На столе можно было увидеть недорогую, но изящную чернильницу, карандаши, перья и стопку книг. Несколько фотографий по стенам были единственным украшением этой комнаты, не считая этажерки с книгами в углу ее. Рядом с этой комнаткой находилась еще одна необитаемая. В ней на гвозде висел енот – шуба старого знакомого хламиды неисправимого лентяя Селецкого. Этот енот был коллектором моли. И иногда шутку демонстрировался перед общими знакомыми. Енот встряхивал и приводил знакомых в бегство, а комната накрепко створялась. Поговорим о Троицком базаре. Вот я вам скажу злачное место для некоторых его баригенов. Один из главнейших нервов торгового организма Самары – этот великий, обильный продуктами потребления и беспорядочный базар функционирует совершенно по-ветхозаветному. Не говоря о его тесноте, о грязи, переполняющей его, и о всем крайне неприглядном внешнем виде, я рекомендую его внутренние распорядки, допотопные методы и приемы торговли, прочно установленные на принципе «не обманешь, не продашь». А еще есть на Троицком базаре щипные ряды, и вон их поражает прежде всего обилие собак. Иногда они ведут себя крайне неприлично и даже жестоко. Так, например, они обгрызли ноги какому-то мальчонку. Они собирались съесть его целиком, уверяю вас. Голод раздражает даже человека, а они собаки. По сей причине, если управа не примет каких-либо мер к устройству их быта, или не войдет с ними в соглашение о необходимости избрать более культурные способы питания, эти собаки будут питаться и взрослыми россиянами. Целый день обитатель этой комнаты проводил на ногах. Утром по городу, за вырезками, потом сочинение фильетона и разговоры с товарищами. Вечером опять на людях, с весельями, шутками, а за стаканом чая, но и ночью. Отдыхать он не торопился. Когда под кровом домика Берине все ложились спать, квартирант, словно дожидавшийся этого, зажигал керосиновую лампу и садился за стол. Вот голова его склоняется чуть влево, волосы ползут на лицо, Но бегут тихие ночные часы. Бежит непрерывающимся бисерным ручейком почерк. Все больше исписных листов ложатся на пол. Тишина сгущается. Белая келья слышит только скрип пера, Шуршание бумаги и тикание часов. Идет ночь. Бежит, не прерываясь, бисерный поток. Ну вот, начинается рассвет. Черные квадраты окон синеют, Розовеют, а потом золотятся. И на тротуаре мелькают ноги первых прохожих. Пишущий выпрямляется, Открывает окно и с наслаждением Выдыхает выливающуюся в комнату прохладу. Где-то зазывно кричит Меркурьевский пароход. Малины, ягоды, малины, Воблы, рыбы, воблы. Самарский день начался. Весь пол, между тем, покрыт листами Исписанной бумаги. Перешагивая через них, Он идет к койке, И не раздеваясь, ложится, глухо кашляя. Наконец-то можно часика два-три поспать. А там снова за дело. С вашего позволения, читатель, Я в городской управе. Двенадцать часов дня. Сидят несколько чинов И развлекаются обсуждением Наиболее насущных вопросов бытия. Кузьмич озабоченно обращается член к члену. Вы ведь знаток по части кулинарии и гастрономии? Кузьмич скромно улыбается, Изображает на своей физиономии Полную готовность дать все необходимые прави Гастрономические сведения. Скажите, дорогой, Сколько из фунта крупы Выйдет каш? Сведущий в деле человек Глубокомысленно возводит очи в потолок И, переставив перст к челу, Соображает. Общее молчание, Полное глубокого внимания И почтения к члену, Высиживающему ответ На премудрый вопрос о варке каши. Фунта... Три... Четыре... Решает он, наконец. Предоставляю хозяйкам судить, Насколько сей член близок к истине. Я некомпетентен в этом деле, Хотя всегда готов заварить кашу. В домике Пьерине Хламида прожил до декабря 1895 года. Оттуда перешел на другую квартиру, Помещавшуюся на Дворянской, Улице между Панской и Заводской. А в мае 96-го уехал из Самары в Нижний, Где открывалась Всероссийская выставка, И куда его пригласили В Большую Одесскую газету Писать об этой выставке На небывалый для него оклад Не то в 600, не то в 800 рублей. Впрочем, после отъезда из Самары Он еще несколько раз возвращался сюда И писал письма, Оставшиеся в Самаре невесте И другим знакомым. В августе 1896-го В Вознесенском соборе Стоялось его венчание С вчерашней гимназисткой, Работавшей в Самарской газете, Корректором. Пройдет еще несколько лет, И имя вчерашнего фельдетониста Самарской газеты Будет греметь в художественном И в других театрах, Где с успехом будет поставлена Пьеса на дне. Но самарский обыватель Не верил этому, Не может быть. Тот самый в разлетайке Ягудил Холомида Не может быть. Вот вам и не может быть. Презрительно подсмеиваясь Над костюмом Холомиды, Самарцы не рассмотрели в нем Того самого Максима Горького, О котором совсем скоро заговорит Страна, а потом и весь мир. Но пока на дворе Только февраль 1895-го И на Самарскую землю Только что вступил 27-летний Нижегородец В странной крылатке. Прощай! Я поднял паруса И встал со вздохом У руля И резвых чаек, Голоса, И белой пены полоса. Все, чем прощается Земля со мной. Прощай! С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова